Девушки отдыхают Да-да, конечно, пожалуйста, проходите Шкурата оказывается в больнице А может быть, проведаемо? Только это или за этим у тебя что-то скрывается? Если мы все же будем спать, лобархон Мы все равно пойдем к этому человеку Только он может повлиять на нее Так, вот в чем дело Ты сколько раз тебе говорил? Если хочешь сделать доброе дело, делай это бескорыстно Понятно? С вами все в порядке? Сайте Что с вами? Вам плохо? Нет, нет Только энергичнее и смелее Хорошо Могли бы еще посидеть Спасибо Дядюшка, вы уже уходите? Да, племянница, ухожу Познакомь вас и с ребятами Я доволен их работой Надо полахать Ой, мама Мамочка, что с вами? Вам плохо? Вызвать скорую? Да-да, все в порядке Нет, нет, нет Выпейте чаю Азамат, когда мама приехала? Это самая... Никакого секрета Человек, который заменил меня отца Лежит в больнице И я хотела проведать его А вы не против, если я тоже поеду с вами? Ой, вы что? Нет, отец меня просто не поймет, если увидят с незнакомцем Я... я не чужой Скажете, что мы вместе работаем, ваш папа поймет Так что, если вы думаете, что ее некому защитить, то выкиньте это из головы Вы меня понимаете, о чем я говорю? Шкруто, я вас понимаю Если вы все понимаете, то прекрасно Но Бар для меня как дочь Я не дам ее в обиду Так что... Ой Я все отнесла и разложила Спасибо Мы тоже тут поговорили Примерьте, я сейчас Иду Здравствуйте Лавархон, вы дома? Да Заходите Как вы? Все нормально? Вы по делу? Просто... Все соседи говорят, что вы и Лавархон стали хорошей партнерой Вот, я зашла посмотреть Да, пожалуйста, проходите Ну, я ничего такого особенного еще не делала Ну, просто я еще хотела с вами поболтать просто Лавархон, дочка Ой, Салтанатхон Вы тоже, что ли, здесь? Да, я зашла ненадолго Салтанатхон, посмотрите Как вам мое платье, Лавархон? Как оно уйдет? Ой, умереть и не встать Очень идет Спасибо, спасибо Ну ладно тогда Не буду вам мешать Нет, ничего, заходите Да ничего, потом Вы же хотели посмотреть мои работы Да еще хотели что-то мне сказать Зайду, когда у вас не будет охранников Успокойся, дочка У нее характер такой Почему же она хотела поговорить-то с тобой? Не знаю Но и характер у тебя Ты не думай о ней Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Сынок, с виду вы порядочный человек Вам известно, что это Бабал Барон? Да, знай Но тем лучше Он прошло около четырех лет Со дня смерти ее матери Ее покойный отец Был моим другом Он тоже умер И он просил меня заботиться О его дочери и сыне Да, я знаю Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, отец Здравствуй Да, сынок Вы кого-то ищете? Да, отец Никто из ваших знакомых не пользовался вот этими часами Ничего себе Хочешь вернуть вещь, но не знаешь хозяина? Да, ну... Ну, дай-ка мне Как тебе Попали эти часы? Не знаю Что вам сказать? Нашел их на улице Вот, хотел вернуть хозяину Поэтому... Ну да Говоришь, хочешь вернуть хозяину? Да Ты опоздал, сынок Опоздал Он Давно покоится с миром Покоится? Да Что, сынок Испугался? Или ты был его родственником? Нет Нет, я не родственник Эй Подожди Поднимешься по лестнице На восьмой этаж Позвонишь в дверь слева Откроет его сын Ты пришел ради них Вот и оставь сыну Память от отца будет Да, хорошо, отец Субтитры сделал DimaTorzok Добрый день Добрый день Не болтай лишнего, поняла? О, здравствуйте, Шкурата Здравствуй Как ваше самочувствие? Как поживаете? Ничего Как вы с вами? Не-не-не-не Не беспокойтесь Садитесь, садитесь Не переживайте Здесь хорошо Ну, как вы сами? Будьте здоровы Все передают вам привет Все здоровы Лишь бы вы Побыстрее выздоровели Да, поздоровели Да, поздоровели Как вы? Все в порядке Недавно соседи говорили Что вам не здоровиться Помните, вы даже поругали меня Что с соседем нашлось Тема для обсуждения Ну вот, вы теперь Режите в больнице Поскорее давайте Выздоравливайте Смотрите Как вы побледнили Вам нужно хорошо питаться Поэтому вам здесь Мы купили Шашлык Самосу Яблоки Бананы Все купим Ешьте все это И выздоровывайте Поскорее Хорошо? Как вы будете из больницы Дай Бог С вашего благословения Скорую свадьбу сыграет Дай Бог Что? Я все сказал Джамалетину Да Он вам не говорил? Да Да, я слышала Услышала Вы Про какого-то Дятю говорили Зачем Зачем Ну Мешайте Девочка В ваших руках Дадите благословение Сами сыграем свадьбу Верно? Я Все уже сказал И что? На этом разговор окончен Что? Да что же вы молчите Лобар Вам не пара Что? А точнее Вы Лобар Не подходите Что? Да что вы говорите Что вы говорите Что вы этим хотите сказать Лобар мне не подходит Я не подхожу Лоба Знаете По вашему виду понятно Что вам недолго осталось Кажется С головой у вас уже Не в порядке Я вам столько всего принесла В следующий раз Принесу только Отборной Эти продукты Иди отсюда Уйди Что? Почему это я должна уйти? Куда я уйду? Что он будет? Оставляйте Уходи Тебе говорю Вставайте Кирота На самом деле На вашем месте Я должен лежать Вставайте Отец Сами понимаете Ее Невозможно перевоспитать Что мне делать? Ничего Сосед Идите Вы уж простите нас Вам нужно памятник ставить Еще какой Да 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 Отец Ну Идите Ну Я пойду Вы простите нас еще раз Пабы Что поделаешь Что ты позоришь меня Больному человеку Такой договорить Вот в таком состоянии Будет ли он избавиться Ну Иди Иди Я так и думала Я так и чувствовала Вы посмотрите Что он говорит Все Молчи Я так и чувствовала Это Молчи Здравствуйте, мамочка. Здравствуй, сынок. Что, сынок? Что с тобой? Ты без настроения? Мамочка, я устал. Как вы сами? Да, я-то хорошо. Но что с тобой? Я тебя еще не видела в таком состоянии. Просто устал очень. Я приготовила еду, которую ты любишь. Поешь? Спасибо. Я сыт. Хочу отдохнуть. Неужели он узнал, что Сейтеке его отец? Столько времени я говорила ему неправду. Сказала, что его отец умер. Но... Правду не скроешь. Прошло столько лет. Все равно, правда, выходит наружу. Вот такие дела людские. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в 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 Казахстан! Нет, вот об этом я и не подумал. Да. Здравствуйте, дядюшка. Здравствуйте. Ой, племянница. Извини, тебя-то я не заметил. Заходи. А я собирался тебя проведать. Ну, как ты? Как у тебя дела? Со своим дядей созваниваетесь? Да, все здоровы. Вот я хотела проведать вас. Спасибо. Спасибо. А вы ко мне зачем собирались? Вам нужна моя помощь? Нет, по другому делу. Наши документы, которые мы сдали в банк, они в порядке? Нет, нет. Там есть какая-нибудь ошибка? Нет, там все в порядке. Все нормально. Я по другому делу. Есть к тебе просьба. Только не спрашивай, почему. Хорошо. Так. Мне нужен домашний адрес твоего начальника. Надр и другие не должны этого знать. Договорились? Никто не должен знать. Придет время, я тебе все объясню. Хорошо? Хорошо. Шкрото, давление у вас в норме. Через пару дней вас выпишем. Спасибо. Есть жалобы на здоровье? Нет, со мной все хорошо. Ответ анализов принесли? Да, да, принесли. Хорошо. По утрам выходите на прогулку на свежий воздух. Хорошо, спасибо, доктор. Здравствуйте. Я еще приду. Проведаю вас. Здравствуйте, как вы? Проходите. Вот ваш старик и выздоравливает. Дальше через пару дней выпишем. Отец, ну как вы? Вы выздоравливаете? Спасибо. Но вы выглядите уже получше. Спасибо. Слава Богу. Спасибо. Как ты сама? Как не люфар? Все в порядке, хорошо. Как там соседи? Да, все передавали вам привет. Ты присматриваешь за Лобар? Да, да. Я к ней недавно заходила. Было у меня кое-что, вот, и отнесла им. Дома был Джасурджон. Лобар была еще на работе. Я долго сидела, разговаривала с Джасурджоном. Вчера Лобар приходила меня проведать. Вместе с ней был какой-то парень. Мне это не понравилось. Вроде они работают вместе. С парнем говорите? Да. А кто же он? Я ничего не знаю об этом. А твоя дочь? И не люфар. Я об этом не говорила? Хотя Лобар умная девушка. Но все равно каждый день заходи и контролируй ее. Хорошо. Знаю. В этом возрасте им не нравятся наши слова. Да. Но придет время, потом поймут нас. Не хочу, чтобы болтали о ней всякое. Мы ответственны за нее. Да. Кстати. Отец, эта соседка Салтанат просила руки Лобархон для своего сына Ширзота. Она и вам... Это Салтанат? Я инравная. Она мне совсем не нравится. Она и мне не нравится. Лобар растет сиротой. Да. Она достаточно настрадалась. Пережила столько всего в своей жизни. Хочу, чтобы она вышла замуж, в хороший дом и жила счастливо. Вот. Так и я этого же хочу. Каждый день молюсь. Прошу у Бога дать счастье моим обеим девочкам. Пусть даже муж и не будет богатым, но чтобы ценил и любил. Дай Бог. Но все равно ты чаще заходи к ним. Конечно, отец, конечно. Пусть не чувствуешь себя одинокими. Хорошо. Не волнуйтесь. Да, кстати. Я совсем забыла с разговором. Поешься, пока не остыла. Пока. Но, дороге. С вами все в порядке? Вы совсем без настроения? Как ваша мама? У меня все в порядке. Ну, тогда в чем дело? Может, скажете? Если бы это было возможно. Мадина, вы ко мне по делу? Нет, просто так. Я должна заходить к вам только тогда, когда у меня дело. Может, мне совсем не заходить к вам. Субтитры сделал DimaTorzok